всем привет сегодня 22 сентября 2014 года этот рассказ из киева столицы украины о вредителях и о различных других насекомых в городских условиях я уже показывал сюжет про сведены злаковую длю сегодня продолжение этого сюжета опять я взял несколько кустов сведены которая растет очень часто в городских условиях и как повторяюсь что все эти листья практически покрыты белым налетом это белый налет это шкурки от вылупившийся личинок сведены злаковой тли однако это не все здесь имеются и взрослые насекомые тли или белые личинки которые активно здесь бегают как я уже говорил тли сведены злаковые взрослые здесь особи испариваются и потом откладывают яйца они крылатые и распространяются на другие растения и откладывают там яйца которые будут перезимовывать потому что это уже половозрелые самки которые откладывают яйца уходящие на зимовку однако кроме тлей на этом растении встречаются насекомые о котором сегодняшний разговор это столько даже пыли лететь с этих листьев очень много как раз это шкурки от тлей а вот насекомые которые здесь же находятся очень часто это божья коровка но как оказалось это не просто божья коровка это та божья коровка которой раньше не было в украине и думаю что в принадлежащих территориях украины тоже потому что это божья коровка называется хармония аксиридес божья коровка орликин вот я их отложил здесь чашку петры листья с куколками и личинками этой божьей коровки где вы раньше могли найти божью коровку весной конечно же где-то под листьями это было самое любимое занятие детей искать божьих коровок в опавшей листве а вот эти божьи коровки надо сказать они тоже любят зимовать но не только под листьями но они кроме всего прочего устремляются в дома и где-то в подвалах в щелях домов в затененной стороне часто на южной стороне дома там зимуют эти божьи коровки тем самым они раздражают в общем-то людей и они даже имеют способность немножко кусаться кроме всего прочего это вид инвазивный он появился впервые на украине уже несколько лет назад сейчас активно распространяется уже встречается в харьковской области инвазивный связи с тем что он может приносить вред кроме того что он вид божьей коровки хищный хищные здесь и взрослые особи и личинки вот они как раз уничтожают сведенный стал злаковый тлюк но кроме того они могут приносить вред потому что взрослые особи могут повреждать поспевшие различные фрукты яблок грушу даже виноград и тем самым наносить определенный вред кроме того и как я говорил когда они собираются где-то около окон например но они могут раздражать потому что если до нее дотрагиваясь здесь конечно божья коровка выпускают гемолинфу свою кровь и она неприятно иногда пахнет не всем это нравится и кроме того он может даже немножко кусаться если их соберутся сотни или даже тысячи где-то на вашей даче и вы будете их выметать они даже вас будут и покусывать так что этот вид имеет определенное вредное значение для человека но надо сказать что не все божьи коровки являются хищными и полезными потому что они уничтожают вредителей в частности тлей других сосущих насекомых если взять в книгу например атлас вредителей полевых культов украины и здесь мы обнаружим что такие виды как божья коровка свеколовичная булация лечацави и божья коровка люцерновая субкакцинелля вегенти куатро пунктата являются тоже вредителями полевых культов в частности свекловичная божья коровка нападает на растения сахарной свеклы и повреждает и молодые и взрослые уже растения сахарной свеклы а вот божья коровка люцерновая повреждает и сахарное свекло и картошку и ряпой баклажаны объедают бутоны цветы и наносят вред этим полевым культурам но надо сказать что и другие виды божьих коровок которые широко распространены например вроде апеллахна тоже являются вредителями вот я взял атлас вредителей полевых и сливовых культов китайский и здесь как раз один из этих видов это апеллахна вегентю макулята описанная мачуцки этот вид божьей коровки также является крайне вредоносным вот и многие виды из рода апеллахна вредители божьи коровки вредители вот этот вид встречается в восточной части россии в австралии японии на корейском полуострове и повреждают растения растения из посленовых бобовых из тыквенных и из семейства круциферы из семейства как раз капустные или крестоцветные да я давай один два поколения вот и взрослые особи и личинки питаются растениями вот еще раз повторяю и вредят этим растениям так что вот такие виды которые очень часто вредят вот этот вид апеллахна вредит китае а вот этот вид как раз который я вам показал армония орликин божьих коровка орликин она появившаяся здесь в украине в киеве в прикарпатье уже этажей в харькове также является инвазивным видом родина ее тоже китай появилась она в теплицах европы и для различных способов биологической борьбы как хищника с тлями по всей видимости распространилась уже затем в природных условиях но источники ее распространения в общем-то не совсем понятны возможно она была так сказать невольно занесена в природу вот этот вид широко распространяется сейчас природе в том числе распространен в украине как я уже сказал активно питается вот например в киеве на сведено злаковой тле вот такие вредители вот такие божьи коровки так что следующий раз обратите на них внимание потому что эти божьи коровки крайне любопытны кроме того что они конечно же похожи на божьих коровок но иногда вы можете обнаружить что это какая-то неожиданная божья коровка это черная с рыжим божья коровка действительно полиморфизм очень большой изменчивостью этой божьей коровки потому что если вы будете смотреть на листиках вы увидите сначала здесь куколки куколки очень обычные черные рыб оранжевые а вот уже выведшиеся взрослые особи и мага божьей коровки будут могут быть разные вот здесь сейчас у меня оранжевые черные божьи коровки с множеством божьих черных точек это не то что 7 точечная кровка 7 черных точек здесь здесь 14 точек но также некоторые всего насчитывается около 12 различных вариаций цвета этой божьей коровки будет например черная полностью цвет с двумя красными рыжими пятнами с четырьмя рыжими пятнами шестью рыжими пятнами и такая вариация таких вариаций может быть аж 12 16 различных вариаций собирайте божьих коровок таких можете посмотреть какая у них такая изменчивость полиморфизм их цветовой окраски в общем то это только фенотип который передается частично от одного поколения другому потому что изменчивость может быть очень разная и на одном и том же растение будет божьей коровки нескольких расцветок но это все один и тот же вид божья коровка орлыкин хармония оксиридис вот будете наблюдательным заметите не только божью коровку 7 точечную но и вот эту необычного вредителя хармония орлыкин думаю что он может быть уже у вас смотрите он идет и к вам ваш город на ваши растения он конечно принесет пользу уничтожая тлей но может быть и может напасть на какие-то спелые ваши фрукты на растения и немножко тоже их повредить так что будьте внимательны собирайте наблюдайте за ними обращайтесь за консультациями в институт зоологии академии наук украины в киеве пишите комментарии задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь на канал и сплавы задавайте вопросы здесь в комментариях после этого видео следующий о новых сюжетах о новых насекомых о новых вредителях или полезных насекомых до встречи удачи о новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok